Карабахские переговоры. Можно ли верить армянам? Конечно же нет. И тому пример предательства армян еще со времен вождя рабов Спартака. Когда киликийские пираты, армяне предали Спартака. И таких предательств армян в ее истории множество. Не буду все перечислять, хотя их в истории армян достаточно. И последнее, это предательство нас. Когда мы находясь в составе братских народов Советского Союза, думали наивно, что все народы СССР братские. И в первую очередь близкий нам сосед, Армения. Но были обмануты и наказаны со стороны так называемого нам, братской Армении. Которые, оказывается, все это время держали за спиной нож и за пазухой камни. И в удобный случай развал СССР ванзили этот нож нам в спину и закидали нас камнями. Окупировали при помощи Ельцинской России и продажного Грачева часть наших земель. И вот уже как 25 лет ведутся безрезультатные переговоры по освобождению наших земель. Но, как говорится, воссыны не там. Смешно до слез становится то, что такая никчемная страна в экономическом отношении, как Армения, чуть ли не диктует условия переговоров таким великим государством, как США, Россия и Франция. Которые диктуют и, можно сказать, решают судьбу мира. Но бессильны в отношении ничего не значащего в мировой геополитике ничтожной Армении. Но никак не могут эти мировые сверхдержавы призвать и уважать армянами международные законы и решения Саббеза ООН в выполнении ее четырех резолюций по освобождению всех ее аннексированных и оккупированных земель. И тут задается вопрос. Не могут или не хотят? Видимо, армяне всем этим мировым державам нужны в первую очередь только в виде инструмента использования и давления в своих целях. Армении и армяне в этом используются приблизительно последние 200 лет. И, видимо, эта роль армянам удобна и близка в своих целях. И в этом направлении главная цель – это, конечно же, ненавистная для Запада, гордая Турция. Но также в последние 100 лет армяне активно используются и против Азербайджана. Но дело в том, что Армения хоть и является «форпостом» и военной базой России, но на нее претендует в данное время и Запад во главе с США. Но Запад пока не в состоянии изменить в свою пользу это положение. Так как Армения в экономическом и, главное, в сфере безопасности зависит от России. И ее неопрометчивый шаг приведет Армению к катастрофическим результатам для нее. Вплоть до иссезновения Армении как государства. Хоть к власти пришел Пашинян с ее прозападной командой, но и он осознал пагубность для Армении в случае резкой смени в сторону Запада. И, видимо, поэтому всем странам-сопредседателям Минской группы выгодно положение в виде нынешнего статус-кво. Всем, но только не Азербайджану. Которому надоели эти бессмысленные и безрезультатные переговоры. И вот на днях под патроножем России в Москве прошли очередные эти переговоры. Которые правильнее назвать посиделками. На этот раз опять начали говорить о плане Медведева. Хотя до этого обсуждали Мадридские, Венские, Санкт-Петербургские и план Лаврова. Того Лаврова, который является министром иностранных дел России. Который хоть и служит российскому государству, но является этническим армянином под фамилией Калантарин. И который, скорее всего, никогда не забывает интересов Армении и армян. И мы часто видели, как ему МИД России в лице пресс-секретаря Марии Захаровой делала нападки на Азербайджан. Ясно то, что Мария Захарова всего лишь сотрудница этого министерства. И озвучивала эти заявления своего начальства. О кого-то всем нам понятно. Так что я не верю искренности министра иностранных дел России этнического армянина Лаврова Калантарина. В его справедливом решении на основании нерушимости границы территориальной целостности Азербайджана. Цель у всех этих посредников одна. Это свои национальные интересы. Как у США вытеснить Россию из Южного Кавказа. Так и у России наоборот еще более своего укрепления. И в первую очередь за счет интересов Азербайджана. А именно под видом миротворческих сил ввести на нашу оккупированную территорию так называемые эти миротворческие силы России. А что такое эти силы, мы знаем по примеру Приднестровья, Крыма, Абхазии и Южной Осетии. Так что я не верю ни этим планам всяким и тем более Лаврову Калантарину. Но что делать тогда в этой ситуации Азербайджану? Конечно же и мы небольшая страна. И вынуждены считаться с мнением великих держав. Но для нас самым приоритетным являются наши национальные интересы. Мы знаем, что фактически структура ООН финансируется в основном западными странами. И в первую очередь США. Которая имеет долю в 22% от всей суммы бюджета этой организации. А Россия всего 3%. Так что разница велика. Отсюда на ум приходит одно выражение, что кто платит, тот и заказывает музыку. А кто заказчик нам понятно. Но даже американцы считаются и побаиваются русского медведя. Так что Азербайджан вынужден вести осторожную политику. Но несмотря на все, наше правительство должно проявить решимость и потребовать уже на площадке ООН решения и восстановления нарушенных наших границ. И объявить для армян лимит во времени. Или Армения добровольно освобождает все наши земли. Или Азербайджан приступит к антитеррористической операции по очищению всех наших земель от террористов и сепаратистов. Азербайджан свой компромисс заявил, только широкая автономия для Карабаха. И это последняя красная черта. Мы не собираемся воевать с Арменией и не претендуем ни на какие другие земли наших соседей. И по всем международным законам и 51 поправке устава ООН имеем полное право на освобождение и в Астан. А в линии нарушенных государственных границ Азербайджана. На это у нас есть полное моральное и законное право. И мы ждем решительных мер от правительства на обуздание агрессора и захватчика в лице Армении. Так что слово за вами, господин Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев. Народ Азербайджана в этом с вами. Автор Габель Мирзоев.